Ольга Барабанова и я с удовольствием хочу поделиться с вами, как всегда, своим опытом в рамках курса «Первые шаги партнеров в бизнесе». На предыдущих занятиях мы с вами рассмотрели, как ставить цели, мы с вами рассмотрели, где брать людей. Сегодня мы с вами будем говорить, как стать мастером завершения сделок. То есть это будет продолжение предыдущих обучений, но все равно не будет такого, что будет совсем ничего не понятно. Я буду давать информацию максимально полезно, максимально понятно. Партнерская программа – это такой шикарный инструмент, при помощи которого можно решить большое количество своих вопросов, можно достичь большое количество своих целей, можно достичь те цели, которые большинство людей либо вообще никогда не достигнут, либо им понадобятся целые годы, потому что, например, вы, зарабатывая сотни и тысячи долларов в неделю, вы можете себе позволить намного больше, чем люди, которые ходят за какую-то фиксированную зарплату, и им приходится целыми месяцами копить. А здесь вы можете сами распределять свои усилия, сами планировать свое время и сами знать, какое количество, каких действий вам нужно сделать для того, чтобы увеличить свой доход в ближайшие несколько дней, в ближайшую неделю, в ближайшие месяцы. И хоть и во время промоушена, хоть и промоушен у нас сейчас закончился, но программа стала еще более денежней, и, соответственно, мы с вами можем планировать свои доходы. Решение большинства вопросов, проблем с тем, что нет денег, нет регистрации, нет обращений, и еще есть, знаете, первый энтузиазм, когда человек только включается, и он думает, сейчас всем своим знакомым расскажу о той шикарной возможности, которая у меня есть, и вот все они сейчас как подпишутся, а у них же тоже еще там такие вот списки знакомых, и вот все мы завтра и миллионеры. Напишите плюсик, у кого было такое ожидание в начале вашего бизнеса, или, может быть, сейчас у вас что-то такое похожее ожидание. Я, честно могу сказать, у меня было такое ожидание, я очень не могла понять долго, почему моим знакомым вот они не включаются в бизнес и не начинают его развивать. не то, что развивать, а вообще даже не берут себе эту возможность. Потом со временем я начала повышать, так сказать, свой уровень квалификации и поняла, что не все люди, как бы бизнес наш для всех, но не все люди для этого бизнеса. И чем быстрее мы это осознаем, не просто знаем, а осознаем, тем легче и веселее строится наш бизнес. И решение всех проблем, что что-то не получается, люди не регистрируются, не приходят на презентацию. Еще вот всякие такие вот грустишки, с которыми сталкиваются партнеры, которые включаются в развитие партнерской программы. Решение этой проблемы – это большой объем людей, то есть большое количество людей, которые узнают от вас о вашем бизнес-предложении. Не один, не два, не три, а именно большой объем людей и постоянно новых людей. Где брать этих людей? Еще раз делаю ссылку на предыдущее наше занятие, где мы рассмотрели порядка 15 способов привлечения внимания к своему бизнес-предложению. Поэтому, если пропустили, перемотайте на неделю назад, на предыдущее занятие, но сейчас не смертельно. Сейчас главное понять, что люди есть. Есть социальные сети, есть современные методы продвижения через рекламу, есть различные доски объявлений, они по-прежнему работают, есть различные группы как в социальных сетях, так и в мессенджерах. То есть людей очень много. И решением всех вопросов является большой объем людей. Вот это прям нужно себе понять. Сколько людей сегодня узнали от вас о вашем бизнесе? Вот по-честному задайте себе этот вопрос, и вы поймете, почему ваш бизнес сейчас пока развивается не так весело и с таким удовольствием, как мог бы развиваться. Когда мы уже для себя приняли, что мы поняли. Напишите, пожалуйста, сейчас кто понимает, что людей на самом деле много? И что если бы сегодня 100 человек каким-либо образом от вас узнали о вашем бизнес-предложении, то наверняка настроение было бы еще лучше, чем сейчас, несмотря на то, что сегодня день зарплаты. У меня есть один из любимых анекдотов в эту тему. Когда мальчик, сейчас я вспомню, как он точно звучит. Мама мальчика сидит и плачет. А мальчик подходит и говорит, мама, почему ты плачешь? А мама говорит, да потому что замуж никто не берет. А мальчик спрашивает, мама, ты у всех спрашивала? И вот когда кто-то говорит, что людям что-то не нравится, еще что-то не верят, то просто мы спросили у небольшого количества людей, верят или не верят. А, соответственно, есть еще огромное количество людей, которые просто еще не узнали. И чем большее количество людей будут попадать вот в эту вот воронку простую, тем больше у вас будет результат. И все, что нужно делать, это задаваться постоянным вопросом, как еще больше людей могут узнать о моем предложении. Техника очень простая. И она действительно работает. Все, что вам нужно делать, это сделать так, чтобы большее количество людей от вас получили информацию. И очень-очень-очень сильно желательно в видеоформате. Это не текстовые сообщения, смски и так далее. Чтобы, если мы даже начинаем общаться через текст, то чтобы следующее общение, следующий этап, так сказать, это видеообщение. Это ваше, возможно, одноминутное видео. Это может быть видео от компании. Но человек должен воспринимать информацию через видео. Сейчас кратко, дальше я подробнее покажу, что работает, что проверено и что вы сможете применить уже, кстати, в ближайшие дни и посмотреть на свой результат. Если вот взяться, посмотреть на свой результат, он будет ощутим уже через, как минимум, через неделю. Значит, человек должен получать от вас информацию в видео. После этого все очень просто. Он обращается к вам за консультацией. Как сделать так, чтобы люди приходили на консультацию? Дальше я тоже покажу усилители. После этого человек, соответственно, получив консультацию, одни уходят думать, вторые принимают решение об оплате. Подключается человек, выбирает себе подходящую подписку и после этого включается в систему обучения, вот так же, как и вы. То есть, когда ты понимаешь простоту вообще всего этого, ну, так сказать, замкнутого круга, вот этой вот технологии, то все, что тебе нужно делать, это задаться вопросом, как сделать так, чтобы люди увидели действительно вот твое вот это первое видео. И, естественно, оно может меняться. Это может быть презентационное видео от компании. Еще лучше это свои одноминутные короткие видео, которые срабатывают вот как, ну, можно сказать, как наживка. То есть, цепляется человек, и он хочет узнать подробнее. После этого он к вам обращается, и дальше мы его ведем по следующим этапам, которые я сейчас вам покажу. Смотрите, в каждую информацию, которую вы даете, кто-то, может быть, пишет текстом, кто-то видео. Ну, я в основном, как бы, буду говорить и про видео, но это работает и в тексте, потому что бывают люди пишут в социальных сетях, а там, расскажи подробнее, например, или еще как-то. То нужно понять, что людям важно услышать ответы на три вопроса. Не там, когда основана компания, не какой там классный, мудрый и успешный основатель, сколько у него было опыта. Вот эта вся информация человеку изначально абсолютно неинтересна. Дальше, когда он получит первую базовую информацию, и она его зацепит, он захочет узнать подробнее. Но вначале ему это абсолютно не важно. Важно человеку. Человек по своей натуре, большинство людей, и это абсолютно понятно, ну, так сказать, сконцентрированы на себе, никого не обижают. Это такое человечество, такие люди. И каждый думает, какие у каждого у себя свои выгоды. Вот нам и нужно людям заговориться, это одноминутная презентация своего бизнеса, и вот это то, что должно у вас, вот ночью вас разбудить и спросить, чем ты занимаешься. И вот если вы представляете, что вы начинаете рассказывать всё подряд, и в итоге человек говорит, я ничего не понял, как-то сложно. Вот вам срочно нужно что-то менять. И менять именно на то, чтобы у вас чётко было понимание, что за компания, в каком направлении она развивается, так, чтобы человеку, которому 10 лет, не будем рассчитывать на трёхлетнего ребёнка, хотя чем младше возраст, человек вас поймёт, тем лучше. Ну, хотя бы 10-летнему ребёнку должно быть понятно. Потому что мы, я, чем больше работаю, тем понимаю, что люди, ну вот нужно давать настолько просто, чем проще ты дашь информацию, без заумных терминов, чтобы каждый человек мог понять, что за компания, в каком направлении она развивается, что конкретно человеку нужно делать, и сколько можно зарабатывать. Вот если вы за минутку расскажете человеку вот эту информацию или кратко в тексте напишите, и он поймёт свои выгоды, он задаст вопрос, там, как мне узнать подробнее. И дальше вы его переведёте на следующий этап. Я сейчас показываю примеры одноминутных презентаций. Их лучше не просто скопировать себе, а поставить туда максимально подходящие слова, такие, которые вот близки именно вам. То есть, ну, у каждого есть свои какие-то подходящие слова, чтобы ваша речь, она была естественна. Вот пример одноминутной презентации, которой я пользуюсь. Компания, с которой я сотрудничаю, создаёт глобальную экосистему на базе мобильного блокчейна и платит за свободные ресурсы моего смартфона. Это абсолютно безопасно и не требует дополнительных никаких навыков. Пользуюсь смартфоном, как обычно, и получаю ежедневное вознаграждение. Уделяя два часа в день на развитие этого направления, можно получать более тысячи долларов в месяц. Есть те, кто получают и более двух тысяч долларов в неделю. Вот здесь нужно смотреть, в зависимости от того, кому вы даёте информацию, цифры можно варьировать, потому что есть люди, которые не готовы воспринимать очень большие цифры. Если человек привык работать за какие-то там сотни долларов, то ему рассказывать о десятках, ну, десятки тысяч долларов ещё как-то могут, он может дотянуться, но рассказывать про сотни тысяч долларов, про то, что ты будешь здесь миллионером, как раз и вызывает такой вот эффект отторжения. Я не верю. Но если мы говорим человеку те цифры, которые он готов воспринять, ведь действительно можно зарабатывать сотни долларов, можно тысячи, можно десятки тысяч долларов, можно накопить капитал и действительно зарабатывать большие деньги. Вот говорить нужно те и писать те цифры, которые, по вашему мнению, этому человеку будут соответствовать его уровню. И это одноминутная презентация больше для тех людей, которые вы потенциально, ну, вот знаете, что у человека, знаете, вот есть люди супер перезагруженные кто-то различными бизнесами, кто-то ещё чем-то. И вот есть люди, которые не готовы уделять времени вот прям нисколько. Вот вы знаете, у них там семеро детей, пять бизнесов и, не знаю, там ещё кто-то, соседка не кормленная. То вот этим людям, вот уделяя два часа в день, для них это космос. Им такое не подходит. Для таких людей мы даём одноминутную презентацию, в котором говорим, что вообще время уделять не нужно. Такая возможность же у нас тоже есть. Здесь пример, который я говорю. Я занимаюсь развитием эко. То есть человек говорит, чем вы сейчас занимаетесь или каким-то образом у нас с ним завязывается контакт. И я говорю, я занимаюсь, или пишу, я занимаюсь развитием экосистемы для смартфонов. Подключая свой смартфон к этой экосистеме, ты можешь уже сегодня начать получать вознаграждение и в результате накопить солидный капитал. Если знаете, что актуально, какие цифры подставить, подставляйте с цифрой. С цифрами работают лучше. Опять же, это безопасно и не требует дополнительных навыков. Ты хотел бы получать пассивный доход со смартфона, при этом пользоваться им как обычно. То есть это предложение понятно. Чем занимать, чем мы в каком направлении развиваемся и что для этого нужно делать. Сколько зарабатывать, я здесь не указала, но можно цифры добавлять. Еще раз, с цифрами работает еще лучше. Друзья, напишите, пожалуйста, сейчас, вы поняли, как вам нужно составить свою одноминутную презентацию. Можно взять за шаблон вот то, что я сейчас показала. Лучше сделать вот на вот таком шаблоне, слова оставить те же, но где-то что-то поменять, именно чтобы оно было вот свое. И когда вы через себя пропустите ночью, заведите себе будильник и проснитесь по будильнику и проверьте. Можете вы рассказать свою одноминутную презентацию так, чтобы она была понятна абсолютно каждому человеку. Неважно, он сейчас занимается огородом, он сейчас учатся там еще студенты или это человек, который всю жизнь ходит на работу или это человек предприниматель. Отлично, есть в чате да. Если непонятно, то мы вопросы давайте оставим на завершение, как всегда, чтобы сегодня мы с вами продуктивно поработали и каждый, никто не ушел сегодня с неотвеченным вопросом. Теперь действенные методы по усилению работы, по так бы сказать, по увеличению конверсии. Во-первых, то, что мы начали с самого начала, это большой поток трафика. Вот пока у вас будет недостаток, вот этот вопрос, где брать людей, я не знаю, где мне еще брать людей, бизнес легко строиться не будет. Нужно найти вот эти способы, которыми вы будете заниматься с удовольствием и, кстати, действенные методы, какими бы вы не начали пользоваться, секрет заключается в постоянстве настойчивости, ну, в постоянстве настойчивости. То есть, бизнес строится только у тех людей, которые относятся к бизнесу как к бизнесу, не как к чему-то такому, ну, получится, так получится, ну, как пойдет там. Вот у таких людей я еще ни разу не видела, чтобы бизнес пошел. А те люди, но я видела, что даже те, у кого не получалось там первый месяц, первые там несколько месяцев, ну, я сама в первый год в бизнесе у меня зарегистрировался один человек, один человек вообще. Это было очень грустно, со слезами, но я, мне тогда сказали, что нельзя уходить из бизнеса, пока не пройдет первый год, а через год вот решишь. И вот я, а я привыкла так, что если я что-то решила и особенно кому-то пообещала, то я это обязательно делаю. И вот, если вы беретесь и относитесь к тому, чем вы занимаетесь на 100% серьезно, то, соответственно, у вас будет результат. У кого-то раньше, у кого-то позже, но он будет. Поэтому большой поток трафика рассчитывайте на долгосрок. Не за один месяц, не за одну неделю, за месяц уже можно получить такой ощутимый результат, каким бы направлением вы привлечения трафика не занялись. Следующее. Это постоянный контакт с людьми. Здесь у меня написано в чате, потому что я веду чат в Телеграме. И если вы выбираете себе тоже такой метод продвижения, это очень удобно. Постоянно вы там можете коммуницировать с людьми, которые уже пришли туда, чтобы узнать подробнее о вашем бизнес-предложении. То с людьми нужно постоянно контактировать, постоянно общаться. интерактив. Чтобы вы общались не только в каком-то одностороннем порядке, там, либо записывали видео, или публиковали посты. Задавайте людям вопросы, интересуйтесь ими, находите тех людей, которые хотят разобраться. Узнавайте, узнавайте, что людям больше интересно, что они хотят узнать подробнее, какие, может быть, у них есть сомнения, какие у них цели на то, на партнерство с Фином. Я таким образом у себя в чате регулярно провожу опросы, и я вижу людей, которым вообще еще сейчас ничего не понятно. Я вижу людей, которые уже видят Фином как возможность получения дохода в 10 тысяч долларов. Кто-то уже видит себя здесь, что он может миллионы заработать. Соответственно, я понимаю, как общаться с этими людьми, и эти люди сами себя показывают. Поэтому делайте такие интерактивы и секундочку, делайте такие интерактивы, ведете чат, значит, в чате, ведете только социальные сети, там, сторис, инстаграм, фейсбук, кто где еще, задавайте людям вопросы и давайте варианты ответов. Вот люди настолько ленивые, мы с вами настолько ленивые и настолько занятые, что еще что-то придумывать обычно это усложняет. Если есть варианты ответа, из которых можно выбрать, то человек быстрее их выбирает, и вам это проще, человеку проще. То есть постоянно нужен интерактив. Может, не каждый день, но так вот периодичностью 2-3 дня можно с людьми как минимум общаться. то, что вот я уже проговорила, это личные касания с теми, кто проявил активность. Возможно, в чате кто-то задавал какой-то вопрос и в личку вам не написал. Обращайтесь к человеку в личку и узнавайте, получил ли он ответ на свои вопросы, как у него там работает приложение. Люди очень ценят искреннюю заботу. И если мы будем сидеть и ждать, что к нам сделки посыпятся на голову и люди будут просто говорить «А я у тебя там проплатился», то это у нас может занять дольше период времени, хотя это тоже приятно. Но если вы будете искренне заботиться о людях и помогать им получать больше, чем они у вас даже спрашивали, если человек скажет ему «не надо», ну все, не надо ему помогать, но предложить свою помощь надо. Вы видите, вы опубликовали какой-то пост, человек поставил допустим на него лайк или написал комментарий, не оставляйте вот никакие это вам как маячки, что этому человеку потенциально информация интересна. Соответственно, выходите к нему на связь, начинайте общаться, задавайте вопросы, сначала можно такие «а чем занимаетесь?» и соответственно у вас будет завязываться живой диалог. Чем вы занимаетесь? Он вам скажет, и скорее всего он спросит «чем вы занимаетесь?» Если не спросит, то вы можете сами предложить «а интересно ли?» и рассказывайте ему, пишите одноминутную презентацию. Человек соответственно дает вам какую-то обратную связь, интересно, неинтересно. Дальше. Следующее, что важно, это после мероприятий. Вы, допустим, пригласили человека на мероприятие или дали ему посмотреть видео в записи. Обязательно после этого мероприятия связывайтесь с человеком и узнавайте, был он вообще на этом мероприятии или не был. Что ему больше понравилось на этом мероприятии, что он хотел бы узнать, возможно подробней, потому что на мероприятиях всегда говорится обращайтесь к людям, которые вас пригласили. Но опять же, люди заняты, у кого-то дети, у кого-то ужины, у кого-то бизнесы, еще что-то. Человек думает, да-да-да, я сейчас свяжусь, и потом вот он увлекается тем, кто забрал его внимание быстрее вас. Поэтому связывайтесь с человеком после мероприятия, спрашивайте, был или не был. Ты был сегодня на мероприятии, просто ненавязчиво получилось подключиться. У некоторых людей очень часто что-то не получается, не получилось зайти в Zoom, что-то у него там какой-то пароль спросило, не спросило, и он постеснялся, что-то опять же отвлекся. Первое, нужно узнать, был или не был на мероприятии. Говорит, да, был, и чаще всего они сами начинают рассказывать, что ему там понравилось. Если да, был, то просто дальше поинтересуйтесь, что понравилось и предложите, важно, цель вывести человека на живое общение. Чем быстрее, вот когда вы только сфокусируетесь на том, что ваша основная задача как можно быстрее вывести человека на живое общение, вы увидите, что у вас больше будет происходить таких вот созвонов. Если пока еще себя не уверенно чувствуете, это нормально. Для этого и есть шикарнейшая технология, которая никогда не устаревает и даже если вы будете уверенно себя чувствовать, со временем это в любом случае будет происходить, используйте проведение консультации вместе с вашим наставником. Это очень круто работает, сейчас дальше я еще раз об этом скажу, но не бойтесь назначать с людьми встречу, если даже не уверенно себя чувствуете. Уверенно чувствуете, назначайте встречу, приглашайте туда своего вышестоящего наставника, который поможет вам провести эту консультацию. И когда вы пообщались, допустим, с человеком после мероприятия и он пошел опять же подумать или сказал, я зарегистрируюсь через две недели, если он останется вне информационного поля, то очень большая вероятность того, что человек не придет регистрироваться через две недели, потому что есть огромный поток информации у людей, в котором они могут просто потеряться и, соответственно, вам желательно через каждые 48-72 часа держать с людьми связь, давать им новую информацию. Там уже смотрите сами по обратной связи от человека. Вот бывает, человек не выходит на контакт, вы ему отправили информацию, ну, то есть, это не просто там «Привет, ну, когда ты будешь регистрироваться?» Нет. Давайте человеку все через пользу. Выходят у нас постоянно какие-то новости, у нас у токена увеличивается цена, у нас постоянно проходят информационные встречи, в которых всегда есть какая-то дополненная новая информация. Приглашайте человека на такие встречи. Вы пригласили сегодня, сегодня у него не получилось. Через три дня у нас снова будет мероприятие, приглашайте его на следующее мероприятие, но всегда добавляйте, что сегодня особенного будет на этом мероприятии. На каждом мероприятии есть что-то особенное. Это всегда видно в приглашениях. Смотрите, что там написано и делайте индивидуальные напоминания людям. Они вам за это будут благодарны. Они потом, когда принимают решение, выходят на личные консультации, вы просто будете видеть, что они вам благодарны за то, что вы не дали им закопаться в вот этой повседневной суете. Этапы ведения партнера, то есть то, что мы сейчас поговорили, это усилители. Вот это ключевые точки, которые вы сейчас видите на слайде, это прям ключевое. Это прям как этапы. Первое, второе, третье. И они идут постепенно. Нельзя ожидать, что сегодня вы рассказали человеку информацию, и он сегодня зарегистрировался. Бывает такое, когда у человека на 150% доверии приходит в бизнес и регистрируется сразу, когда вы дали ему информацию, потому что он вам супер очень доверяет. Но обычно этапы ведения потенциального партнера вот такие. Первое, это приглашение, либо это когда человек сам увидел ваше информационное какое-то послание и, соответственно, обратился к вам сам. Что, так сказать, усиливает ваш коннект с человеком? Потому что, помните, мы на прошлом занятии говорили о таком важном понятии, как доверие, что человеку нужно определенное время для того, чтобы уровень доверия стал больше, чем уровень сомнения в той информации, которую он получает от вас. То есть, ему надо начать больше доверять вам и ему надо больше начать доверять компании. Соответственно, есть такие усилители, как постоянно информирование человека и есть еще усилитель в самом начале, когда человек только обращается и вы только ну вот он увидел что-то от вас в интернете и он к вам обращается. Я задаю человеку несколько вопросов и я бы вам тоже рекомендовала это делать. Вы увидите, что с такими людьми у вас коннект будет складываться быстрее. То есть, вы начнете общаться быстрее и само общение дальнейшее будет происходить более легко. Значит, какие вопросы я задаю. Во-первых, когда человек говорит, расскажите подробнее или еще что-то в таком роде, то сначала нужно с человеком познакомиться, поприветствоваться, здравствуйте, а как я могу к вам обращаться? Потому что бывает подписан человек как-то по одному, а по-настоящему может быть как-то по-другому. Если у человека хорошо подписано имя, все понятно, то можно общаться сразу по тому имени, который человек себе указал. после этого я спрашиваю у человека, могу ли я задать ему несколько уточняющих вопросов. И, соответственно, человек, скорее всего, отвечает «да». Другое дело, как он начинает отвечать на мои вопросы и дальше, честно, я определяю, хочу ли я продолжать общаться с этим человеком или не хочу. Некоторые, когда я спрашиваю, поделитесь своим опытом в зарабатывании денег, потому что для меня важно понимать, какую информацию дальше давать человеку. это абсолютно нормально. А человек начинает говорить, что вы мне слишком много вопросов задаете. Это бывает очень редко, на самом деле. Ну, если бывает такое, то я просто говорю, что я человеку этому не смогу, не смогу с ним работать дальше, потому что вы отбираете человека к себе в команду. То есть, первое, можно ли уточнить у вас несколько уточняющих, могу я задать вам несколько уточняющих вопросов. Человек, конечно же, отвечает «да», и я спрашиваю у человека, «скажите, пожалуйста, какую информацию вы уже видели?» И человек мне отвечает, какую и где информацию он уже видел. После этого я у него спрашиваю, что вас в этой информации заинтересовало? Он отвечает, кто-то увидел пассивный доход, кто-то увидел возможность реализовать свои мечты, кто-то еще. Вот нужно, эти вопросы нам помогают сформировать более точный портрет вот этого человека, которого мы сейчас видим только в виде фотографии. ответы очень много значат на самом деле, и вы знаете, как с этим человеком дальше работать, работать ли, и какую информацию ему дальше передать. Значит, как я могу к вам обращаться? Скажите, пожалуйста, какую информацию уже видели, что вас в ней заинтересовало, и почему вы решили обратиться именно ко мне и пропустила «Расскажите, пожалуйста, какой у вас опыт в зарабатывании денег в целом?» Обычно люди начинают отвечать по поводу интернет-заработка, что у них такого опыта нету, либо есть, но меня интересует опыт зарабатывания в целом, потому что я понимаю тогда, о каких цифрах с этим человеком в дальнейшем говорить. Все, человек отвечает на эти вопросы, и происходит у нас с ним краткое знакомство, и после этого я понимаю, что дальше нужно этому человеку, и чаще всего я предлагаю этим людям подключиться в мой чат. Хорошо, когда у вас есть такой информационный чат, где вы, если у вас серьезные цели на развитие бизнеса, соответственно, у вас формируется такая вот база людей, которые подключаются на бесплатные, на платные версии, и я предлагаю такому человеку подключиться в информационный чат, где он будет получать информацию, и в таком информационном чате у вас размещено закрепленное сообщение, в котором вы подобрали самую актуальную информацию и инструкцию по установке приложения. Вы человеку говорите, вот я тебе предлагаю подключиться в мой информационный чат, говорите, что ему там конкретно нужно посмотреть в закрепленном сообщении, и после этого с ним договариваетесь о следующем контакте. Если в ближайшее время, скорее всего, будет проходить мероприятие, например, завтра, сегодня вы добавляете человека в чат и приглашаете его следующим этапом на презентацию. То есть, если презентация, допустим, прошла вчера, вы его не можете пригласить аж на там, через 4 дня, например, то лучше ему дать посмотреть информацию в записи, там полное такое, сначала короткое, одноминутное для общей картины и более полное. Если есть в ближайшее время мероприятие, например, завтра, вот у нас в среду, то мы приглашаем этого человека на мероприятие и важно людям дополнительно к тому, что какая будет там информация, еще и усиливать важность этого мероприятия тем, что в этом мероприятии будет принимать участие человек с такими-то результатами, чтобы люди, приходя на это мероприятие, они понимали, ну вот уже у них было заранее такой вот дополнительный настрой, это такой вот усилитель. Дальше, после просмотра презентации, после просмотра видео, связываемся с человеком, так как я это уже раньше говорила, узнаем был, не был, посмотрел, не посмотрел и предлагаем ему получить персональную консультацию. Если человек пока не готов, то, соответственно, окей, все, он остается как бы вариться дальше в этом информационном потоке. Мы с ним поддерживаем связь, где-то приблизительно 48-72 часа, даем полезную информацию. и после консультации, если в какой-то момент человек все-таки приходит на консультацию, либо после получения какой-то доли от вас информации, он принимает решение о подключении себе платной подписки, то есть в таком случае происходит завершение сделки. Но людям хорошо, когда вы даете, например, идет промоушен или еще какие-то, там, токен вырос, еще что-то, то периодически задавать вопросы такого плана, что когда ты планируешь подключаться. Вот сейчас, ну, сейчас, ну, действительно, с каждым днем у нас все больше, больше крутых новостей, что мы с вами, находясь внутри, мы понимаем ценность каждого дня. Не то, что каждого дня, я прямо говорю, сейчас каждый час, каждая минута на счету, потому что сейчас идет распределение рынка, сейчас у тебя огромное количество возможностей, и это людям показываем, и задаем вопрос, когда планируешь начинать. Чем, если этот вопрос не задавать, то человек будет медленнее принимать решение. Периодически, когда вы задаете этот вопрос, человек на него и вам будет отвечать. И смотрите, я пользуюсь вот такой классной программой, называется она Trello, бесплатный вариант, в котором, это, знаете, как раньше мы делали такие списки в тетрадках либо в блокнотиках, расчерчивали и писали там, вот есть человек, допустим, список контактов, пишем там имя, фамилия, и потом у нас была там первая встреча, провели с человеком, дальше провели встречу, потом он там побывал у нас на презентации и так дальше. Минус таких вот бумажных списков знакомых в том, что вот эти графы, они заканчиваются, листик заканчивается. А вот в этой программе Trello очень удобно создать себе вот такие вот колонки, в которых это просто одно удовольствие работать, когда ты просто перемещаешь контакт из одного в другое. Вы создаете по каждому контакту, с которым вы начали коммуницировать отдельную такую карточку, указываете там, тогда-то человек ко мне обратился или мы с ним пообщались. И каждый раз вы можете дополнять вот такие вот записи, причем указывая, там можно сделать напоминание, когда с этим человеком нужно связаться в следующий раз. И вы ставь, вот вы пообщались сегодня, сегодня внесли запись в эту программу, что там, вот видите, там красным отмечено на каждом человеке, возле каждого человека установлен таймер, что такого-то числа мне нужно с этим человеком связаться. И вы, соответственно, заходите каждый день в свой рабочий кабинет и видите, с кем вам сегодня нужно связаться. Сегодня человек, получив, вы с ним пообщались в личке, вы его, соответственно, пригласили там на полное видео, он у вас посмотрел, вы его переводите во вторую строчку, там, где полное видео посмотрел. Следующая встреча, часто бывает так, что без встречи человек уже переходит на завершение сделки, сайт называется Trello, там вверху написано Trello, Trello. Вот, и вы вот потом на завершение сделки, вот я уже вижу людей, которые у меня идут, сказали, что да, я буду там подключаться. Я себе отметила, когда мне в следующий раз нужно с этим человеком связаться. Дальше, есть люди, которые, ты уже понимаешь, что их нужно просто раз там в какое-то время информировать. Дальше, есть и графа людей, которые уже подключились к бизнесу. Вот, то есть, очень удобно, берите на вооружение, так сказать, и пользуйтесь. Формула миллиона долларов в сетевом бизнесе звучит следующим образом. Да, нет, следующий. Это говорит о том, что, когда вы пообщались с человеком, многие люди будут говорить да, многие люди будут говорить нет, и наша задача не останавливаться ни на да, ни на нет, а просто переходишь к работе с следующими людьми. Вот, когда ты сделаешь так, чтобы эта формула была у тебя вот внутри на подсознании, тем быстрее ты приблизишься к миллиону долларов именно в партнерской программе. ошибки, которые допускают люди на пути развития. Это первое. Это тянуть, уговаривать людей и думать, что его нужно переубеждать. Вот, если ловите себя на мысли, если вы думаете, что кого-то нужно переубедить, этого делать не нужно. Нужно смотреть на ответ человека и принимать его точку зрения. Кстати, это очень полезно не только в бизнесе, а вообще, в принципе, в жизни. У каждого человека свое мировоззрение, у каждого человека свой опыт, накопленный триллионами событий, которые происходили в его жизни, в жизни его знакомых и вот эти все истории, которые люди носят в себе, вы никак не можете за по щелчку пальцев взять и сказать, нет, давай будем думать по-другому. Если человек сейчас не готов, не надо его никуда тянуть. Продолжайте искать тех, которые ищут. Если, как говорится, конь не хочет пить, ты его не напоишь. Вот представьте, привели бы коня на водопой и он пить не хочет. Ну как ты его будешь заставлять пить, не хочет конь пить? Поэтому никого тянуть не нужно. Зацикливаться на одном человеке это тоже большая ошибка, когда люди ставят ставку на человека и думают, что вот сейчас, вот это очень часто бывает, когда мы думаем, у нас есть два супер крутых друга, у которых либо большая аудитория, либо у них есть деньги, либо у них нет денег, они сильно мотивированы. То есть мы думаем, решаем за человека, что вот он сейчас включится, и мы-то с ним и зажжем. Но этого не происходит. И мы все пытаемся этого человека как-то все-таки привести в бизнес. Или второй вариант, когда человек включается, и мы думаем, что вот он-то и сделает, будем вместе делать результат, а он говорит, нет, я потом, сейчас у меня там огород, у меня там еще что-то, у меня там бизнес, у меня там дети в школу, потом дети со школы вышли, потом университет, и ты все ждешь, когда же этот один человек, а год в бизнесе, потом следующий проходит, и результата нет. Поэтому ни на ком не нужно зацикливаться, и тем более на тех людях, которые делают результат. Потому что чем ваши люди будут делать то, что делаете вы. Если вы зарегистрировали одного, второго, третьего, и на этом остановились, то они будут делать то же самое. Это так работает. Поэтому ни на ком не зацикливаемся, и, естественно, не останавливаться на первом результате. Остановились, структура тоже перестанет так активно действовать. Будут люди самостоятельные, это понятно, которые, ну, это нужно сделать большую статистику для того, чтобы в команде появились люди самостоятельные. Вначале такого не будет. Вначале нужно, у меня был, есть знакомый, который говорил рубашить и бомбашить. Вот первый результат, это точно, на нем останавливаться нельзя. И обучите вот этому, что мы с вами сейчас разобрали, обучите этому своих людей. Тогда у вас сеть будет постепенно-постепенно начинать работать самостоятельно. И люди не делают то, что вы говорите. Они никогда не будут делать то, что вы говорите. Это как дети. Я сейчас, так как у меня маленький ребенок, я сейчас все больше это понимаю, что они никогда не будут делать то, что вы говорите. Они делают только то, что делаете вы. Когда я пришла сама в сетевой бизнес, мне так повезло, что я искала работу, а меня пригласили по объявлению. Я разместила, вернее, резюме, и меня вот туда пригласили. И первое, когда я включилась, я что сказала? Я буду тоже приглашать людей по телефону, прозванивать по резюме. И то, как вы общаетесь с людьми, то, как вы их ведете, то, как вы даете им информацию, то, как вы их регистрируете, заботитесь, еще как-то поступаете. Вот они будут делать точно так же. Поэтому помните это уже с самого начала, когда общаетесь с людьми. Ну и, соответственно, с партнерами точно так же. Они будут делать то, что делаете вы. Я на этом благодарю вас за внимание. Желаю, чтобы ваши люди слышали вас, чтобы у вас был нескончаемый поток заявок, которые хотят узнать подробнее. И, соответственно, те люди, с которыми вы будете общаться, давать им ценную информацию, чтобы они принимали решения и, соответственно, вы начинали развиваться вместе с вами. Спасибо. Очень полезная информация. Окей. Тогда я вас благодарю еще раз за то, что вы пришли на это мероприятие, за то, что вы инвестируете время в свое развитие. Чем больше мы инвестируем в себя, тем больше мы получаем извне, и тем больше, ну так, в общем, чем успешнее наше окружение, тем в целом наш мир успешнее, и всем от этого только в плюсе. Все. Всем тогда отличного вечера и новых достижений, новых рангов уже на этой неделе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok